Меры борьбы с цистицеркозом КРС Цистицеркоз крупного рогатого скота – личиночная стадия развития ленточных червей, цистот, характеризующаяся поражением мышечной ткани животных. Болезнь представляет большую опасность для человека, который является единственным обязательным хозяином паразита. Патология распространена в регионах с традиционным типом содержания скота и низкими санитарными условиями. Характеристика паразита и его распространение Заболевание встречается во всем мире. На территории России и стран СНГ постоянно регистрируются заболевания и выявляются инвазии. Особенно широко цистицеркоз представлен в южных районах – Средней Азии, Кавказе. В этих регионах способствует распространению патологии обычаи народов, употребление сырого мяса или недостаточно обработанное термически, а также низкая социальная культура. Заражение коров происходит обычно в пастбищный период при поедании травы, обсемененной яйцами и члениками цистицерков. Заражение выпасных лугов происходит при поливе сточными водами, загрязнении водоемов и угодии экскрементами человека. Большую роль в распространении возбудителя играет персонал фермы, пренебрегающей санитарией и мерами профилактики болезней. Возбудитель – взрослая особь, паразитирующая в кишечнике человека, достигает длиной 10 метров. Тело возбудителя поделено на сегменты – членики, длиной 2 см и шириной 1-1,5 см. Каждый членик содержит матку, наполненную яйцами, до 200 тысяч. У коров в мышцах, реже в печени и головном мозге, локализуется личиночная форма. Это небольшой пузырь овальной формы, размеры 3-9 мм, с головкой внутри. Тело личинки отделено от организма КРС-капсулы и соединительной ткани. Цикл развития болезнь протекает с обязательной сменой хозяев. Взрослые черви паразитируют в кишечнике человека, выделяя во внешнюю среду скаловыми массами членики и яйца. Заражение крупного рогатого скота происходит при поедании загрязненной травы или воды. В пищеварительном тракте яйца преобразуются в онкосферы, переносимые током крови в различные органы, где они и остаются до созревания. Сформировав инвазионную форму, в течение 3-5 месяцев паразиты могут сохраняться в организме коровы до третьих лет. Человек заражается, употребляя в пищу мясо, не прошедшую должной термической обработки, без глубокой заморозки, прожарка с кровью, пробой сырого фарша. Реже проникновение паразитов происходит при употреблении печени, мозгов и других органов. Закрепившись за стенку кишки своими присосками, червь быстро вырастает, 2-3 месяца, и начинает интенсивно выделять яйца, до миллиарда в год. Методы диагностики и выявления зараженности скота важны с целью предупреждения болезни у человека и дальнейшего распространения инвазии. Для этого используется как контроль живых коров, клинические и лабораторные методы диагностики, так и послеубойный осмотр тушь скота. Клиническая картина симптомы обычно проявляются на стадии миграции личинок из кишечника в органы коровы. Механическое травмирование слизистой, кровеносных сосудов, токсическое влияние продуктов обмена, заражение вторичной инфекцией и аллергическое. Действия приводят к нарушению пищеварения, тремору, угнетению. Дальнейшее развитие паразитов в мышечной ткани приводит к ее деформации, замещению соединительными волокнами и воспалительным процессам. У коров наблюдаются судороги, дрожание мышц, параличи. Клиническое проявление свойственно для формы с высокой инвазией в случае истощенного состояния крупного рогатого скота. Болезнь сопровождается ухудшением сердечной деятельности, декомпенсация, возможно поражение миокарда, аритмия, замедление пульса. Слабая наполненность сосудов, застойные отеки. Телята залеживаются, испытывают болезненное дыхание и сокращение брюшины, параличи и повышение температуры. Слабая степень заражения редко сопровождается явными признаками. Лабораторная диагностика и экспертиза признаки цистицеркоза довольно смутные и не дают точного представления о причине болезни. Кроме того, проявляются крайне редко. Сейчас используются эффективные методы иммунологической диагностики с высокой достоверностью результатов. Для выявления при жизни заражения цистодозом используют аллергические подкожные пробы, диагностика сыворотки реакции непрямой гемогглютинации. Для предотвращения возможности заражения людей туши крупного рогатого скота обязательно подвергают ветеринарной экспертизе. Для этого производят два параллельных рассечения на жевательных мышцах и сердце. Обнаружение паразитов на данном этапе требует дополнительного изучения мускулатуры, надрезы шейных мышц и выборочного исследования внутренних органов. Эффективность исследования повышается применением ультрафиолетовых ламп. Цвет данного спектра заставляет личинки паразита светиться вишневым цветом. Диагностику проводят в темном помещении, продолжительность работы не должна превышать вторых часов. Кроме самих личинок, можно выявить характерные изменения в тканях крупного рогатого скота. На мышцах, селезенке, брюшине обнаруживают кровоизлияние размером с просиной зерно. Хроническое течение болезни приводит к дистрофии мышц, приобретении ими серого оттенка. Лечение в настоящий момент нет эффективного лечения, позволяющего уничтожать возбудителя. Некоторый эффект оказывает применение прозиквантила и его форм. И от опытов показал уничтожение личиночных форм при использовании мебендозола в дозировке 50 мг. КГ. Средство задается с кормом ежедневно на продолжение 10 суток. Метод позволяет предотвратить дальнейшее развитие незрелых форм паразита. Терапия может вызвать осложнение. При массовой гибели паразитов, локализованных в мышечных волокнах, развивается интоксикация и воспалительный процесс. Профилактика и меры борьбы. Для ликвидации цистицеркоза необходимо разрушить цикл развития паразита. Особенно важно – предотвратить заражение человека. С этой целью все туши подвергают ветеринарно-санитарному надзору и сечение жевательных мышц – сердца, шейных, игодичных и лопаточных. Мышц – туши с числом возбудителей, в том числе и мертвых, более третьих на 40 квадратных сантиметрах, спичечный коробок, утилизируют. Мясо от животных с количеством личинок до третьих обеззараживают термической обработкой проварка, замораживание, или посолом. Внутренние органы уничтожают в любом случае. Следует исключить подворный убой, либо туши обязательно показывают ветеринарному специалисту. Для забоя скота предпочтительно использовать мясокомбинаты. Важно соблюдать личную гигиену, использование санитарных узлов. Мытье рук, регулярная дегельминтизация и исследование кала позволят снизить риск заражения коров. В государственных масштабах важно осуществить контроль за сточными водами, чтобы все нечистоты подвергались обеззараживанию и фильтрации. До их использования как для обеспечения нужд населения, так и сельскохозяйственных целей. Похожая тема комментарии и обсуждения.